ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем в формате 4 на 4 рижане возвращают интригу в этот матч. Мартин Шдирклс обводит защитника и направляет шайбу мимо вратаря Эмилия Гарипова. 2-1 в пользу гостей, но разница лишь в одну шайбу к началу второго периода. Во втором периоде рижанам удалось забросить две шайбы и выйти вперед. Впервые в этой встрече на 28-й минуте Робертс Букартс, перешедший из Северстали, забрасывает свою шестую шайбу в сезоне после передачи Мэтью Майоны. Но на 35-й минуте Джейси Лайпан делает счет 3-2. В пользу хозяев все тот же Робертс Букартс. В ассистентах еще один ассистент Евгений Грачев. Классная передача прошла у рижан из глубины площадки, которая и позволила организовать эту голевую атаку. Затем белоголубые после наброса Андрея Сергеева направляют шайбу в ворота. Вторая шайба защитника «Динамо» в этот. Отмечаем Олега Зайцева, который отметился в этом случае еще результативной передачей. Ну и все самое интересное произошло в концовке. На 52-й минуте Рихардс Букартс после передачи в Зиркалса вновь выводит рижан вперед. Но спустя всего лишь 15 секунд Робертс Букартс оформляет дубль и делает счет 5-3. И две эти шайбы улетели уже в ворота Александра Еременко. Московская «Динамо» пошла на замену вратаря в этой встрече. 5-3 в пользу рижан. Концовка третьего периода. Сергеев направляет шайбу к воротам. И после рикошета она заходит. Илья Шипов становится автором гола и устанавливает окончательный счет. 5-4 в пользу рижан. Ну а теперь отправляемся в Уфу. Ярчайшая вывеска. Салават против «Авангарда». Команды, которые нередко встречаются между собой в плей-офф на Востоке. И очень яркое, интересное начало встречи. На пятой минуте Владимир Жарков выводит свою команду вперед после передач Науменкова и Кадейкина. Отличный сезон проводит Кадейкин и набирает очередное свое очко. «Авангард» зарабатывает большинство в середине первого периода. Сергей Толчинский грузит шайбу к воротам. И добивание после которого Александр Хохлачев переправляет шайбу в сетку. Хорошая работа на пятачке. И можно сказать, что тут шайбу просто закопали в ворот в соперниках. Кисты «Авангарда». На 16-й минуте новобранец «Ястребов» Илья Ковальчук находит свой момент. Находясь на чужом пятачке, караулит отскок и пробивает Мэтт Солову второй раз в этой встрече. Мастер-класс Ильи Ковальчука по игре на пятаке. Оттеснился Акаре Манинина. Остался один шайба и реализовал свой момент. Большинство слов от Елаева. Это всегда опасно. И эта атака лишь подтверждает данный тезис. Алексеев на паузе убирает соперника и отправляет шайбу на дальнюю штангу, где караулят и Хартиканин, и Кугрышев. Шикарный пас. У Кугрышева была масса свободного пространства. И было время даже на то, чтобы принять шайбу и отправить ее в ворота. На 39-й минуте в концовке второго периода «Авангард» выходит вперед усилиями Кирилла Семенова. Ориентируется лучше всех на пятачке. Здорово бросает. И видит, что не сумел разглядеть момент броска Юхеметса. Ну а затем свое слово сказал недавний новобранец Соловата Юлаева, защитник Михаил Науменко. Снова отмечаем Кадейкина и его передачу. Ну и завершение в виде броска Михаил Науменков не оставляет шансов ротарю. Вообще очень ярко в этой встрече сыграли защитники. Отметили Михаила Науменкова. Отмечаем и защитника «Авангарда» Оливера Каски. Который вот так побежал вперед. Знаем мы о том, что Каски раньше играл в нападении. И включение к атаке ему удается очень здорово. В этом сезоне классный бросок из-под защитника. Вновь Метцелл пропускает. Один финн огорчил другого. Счет 4-3 в пользу «Авангарда». Но Соловат Юлаев не опускал рук и все силы бросил на то, чтобы отыграться в этой встрече. За 5 минут до конца третьего периода Филипп Ларсен устроил обводку на синей линии. Перевод Маркусу Гранлунду и великолепный бросок. Шимон Грубец вытаскивает шайбу из своих ворот. Классное попадание, но и это еще не все. На 57-й минуте Оливер Каски оформляет дубль. Забивает свою десятую шайбу в этом сезоне. Вновь бросок с дальней дистанции. Вновь с кистей. Вновь Юха Метцела не справляется. Отличная передача Сергея Толчинского. Шайба оказалась за спиной нападающего. Но и завершение от Каски не нуждается в какой-то дополнительной рекламе. Вновь Соловат Юлаеву пришлось проявлять волевые качества в этой встрече. Атака при пустых воротах в формате 6 на 5. И снова Маркус Гранлунд направляет шайбу в ворота Шимона Грубеца. 5-5. Судьба встречи решалась в овертайме. Ну и главным героем этой встречи в овертайме стал Иржисека. Чех, который забил свою 10-ю шайбу в этом сезоне. Пробив Метцелу броском с пятака практически в эпоху. Еще один интересный матч прошел в Челябинске. Трактор принимал Спартак. Красно-белые заработали большинство ближе к концовке первого периода. И очень неплохо его разыграли. Передача через пятак прошла у Ильи Зубова. И свою клюшку подставляет Артем Федоров. Ну и вообще очень непростой трехматчевый выезд. У Спартака по маршруту Магнитогорск-Челябинск-Хельсинки. И в Магнитке перед этим матчем красно-белые уступили. Хотя вели 3-1 на третьем периоде. Но проиграли в основное время. Здесь удалось трактору отыграться. Уже в начале второго отрезка фантастическую шайбу по красоте забросил Лукаш Седлок. Который продавил оборону и завез эту шайбу уже по сути в пустые ворота. Но определяющим в этой встрече стал ответный гол. Мартина Бакоша проходит всего 10 секунд. И Спартак вновь выходит вперед. Ну а здесь проявил себя защитник красно-белых Эмиль Юси. Получил шайбу на синей линии. Бросил в касание. И великолепно попал в противоход в дальний угол. После этого трактор был вынужден поменять вратаря. И появился Иван Федотов вместо Романа Вилла. Но, скажем прямо, эта замена по большому счету не помогла трактору спасти матч против Спартака. В отличной форме. Робин Ганзл был в декабре. Видим мы, что и этот 2021 год Ганзл начинает очень неплохо. Классная шайба. Удалось реализовать Ганзлу штрафной бросок. И на 36-й минуте счет становится 4-1 в пользу красно-белых. Но и это еще не все. Снова большинство Спартака. Сергей Широков с партнерами на площадке. Юси от синей линии возвращает шайбу Широкову. Великолепный бросок в ближний верхний угол. Без шансов для голкипера. Больше во втором периоде заброшенных шайб не было. Ну а в третьем еще два гола. Команды подарили болельщикам. На 52-й минуте Лукаш Седлак оформляет дубль. 12-й шайбы Чеха в этом сезоне. И классная работа на чужом пятаке. 5-2 в пользу Спартака. На последней минуте влетела еще одна шайба в ворота челябинской команды. Классный розыгрыш с завершением Ильи Зубова. 6-2. 8 голов в этой встрече. Но очень печальный результат для челябинцев. Ну а теперь отправляемся в Балашиху. Авангард против Северстали. Рид Буше уже на пятой минуте в большинстве выводит свою команду вперед. Стоит отметить, что в этот момент Северсталь играла в формате 3 на 5. И сработала домашняя заготовка. Бросок каски отражает шайбу голкипер прямо на клюшках Буше, который не промахивается. Северсталь была очень серьезно настроена в этой встрече. Неплохо поработав в чужой зоне, на бросок вывели Йонаса Нятинина. И финский нападающий Северстали сравнивает счет. Помог и рикошет от клюшки защитника Максима Чудинова. В концовке первого периода череповчанам при игре в формате 4 на 4 удается выйти вперед. И обратите внимание на игру Лика Вальчука, который сыграл на прокате и совсем забыл про Гуслистова. Который оказался абсолютно один на пятачке и поразил ворот. Правда, после видеопросмотра только этот гол засчитали. Затем мы увидели великолепную передачу Александра Хохлачева. Из-за ворот прямо под бросок Алексею Потапову. Вторая шайба Потапова в этом сезоне. Счет становится 2-2. Нужно отметить, что второй период, по сути, стал определяющим в этой встрече. Потому что авангарду удалось забросить три безответные шайбы. Вот вторая из них. Павел Дедунов после передачи Толчинского здорово бросает и попадает в левый верхний угол. Ну а затем пришла пора еще одного большинства авангарда, который реализовал Оливер Каски. Классный бросок от синей линии. И на второй перерыв команды ушли при счете 4-2 в пользу авангарду. Тем не менее, Северсталь продолжила борьбу. Шон Лалонт набрасывает на ворота. Клюшка Нятинина, затем Клюшка Гераськина. С двумя рикошетами Грубец справится. Был бессилен. Три звезды этой встречи на ваших экранах. Теперь в Казань, где Акбарс принимал трактор. Начало выездной серии для челябинцев. И начало получилось довольно удачным. Третья минута встречи. Пас из-за ворот. И Вячеслав Основин наносит бросок в касание. 1-0 в пользу гостей. На 44-й минуте челябинцы увеличивают преимущество в счете. И делает это Виталий Кравцов, для которого данная шайба становится 13-й в нынешнем сезоне. Мощный бросок с дальней дистанции. Но видим мы, что успел Кравцов вырваться из-под Раковичникова. И подправил этот бросок своим крюком. Затем отличился человек, который совсем недавно пополнил состав Акбарса. Финский нападающий Харри Песанин. Должен сказать большое спасибо своим партнерам Стефану Дакосте и Данису Зарипову, которые организовали этот момент. За минуту и три секунды до завершения третьего периода один из легионеров Акбарса вновь делает свое тело. Стефан Дакоста оформляет 20-ю юбилейную шайбу. Это гол при игре в формате 6 на 5. Но и нужно, конечно, партнеров отметить. Доуса и Мерфи, которые здорово потрудились в качестве ассистент. Дело дошло до булитной серии, где свое веское слово сказал. Данис Зарипов. Классно исполненная попытка. И Роман Вилл здесь ничего поделать не сумел. В 2021-м московская «Динамо» не одержала ни одной победы. В то время как минская «Динамо» обыграла на минуточку и «СКА», и «Авангард». Тем интереснее было противостояние на ВТБ-арене. Сам матч был посвящен победе московского «Динамо» в Кубке Европейских чемпионов в 2006 году. Тогда «Динамовцы» в серии булитов одержали верх над финским клубом «Кярпят». А как вам кажется вообще вот участие в таких турнирах сейчас, например, типа Кубок Европейских чемпионов, Лиги чемпионов? Трофеи, он и в Африке трофеи. Нужны обязательно. Это дано бы на самом деле дополнительное развитие даже самой континентальной хоккейной лиги. Ну вообще было бы неплохо, чтобы такой был банал от Лиги чемпионов, да, хоккейной. И вот было бы неплохо, чтобы это был такой крутой турнир, где были бы все сильнейшие, да, и клубный такой был бы тоже еще один такой трофей разыгрывался. Хозяева вышли на лед в нехарактерной для домашних матчей светлой форме. Дело в том, что игровые свитера бело-голубых были такими же, как и в 2006-м во время победного финала европейского турнира. Особенная форма и желание прервать неудачный старт в 2021 году пошли на руку подопечным Владимира Крикунова. Андрей Миронов уже на четвертой минуте первого периода реализовал численные преимущества своей команды. Менчане, в особенности первое звено, не раз опасно угрожали воротам Александра Геременко, но тот был на высоте. Во втором периоде гости очень часто вынуждали хозяев нарушать правила, в результате чего получали численные преимущества, но реализовать свои моменты не получалось. Зато бело-голубым удалась отличная контратака. Игумнов прорвался к воротам, совершил бросок, на который Фург сумел среагировать, но на добивании раньше всех оказался Муранов. 2-0 после 40 минут игры. В третьем игровом отрезке хозяева продолжили удаляться и за целый матч набрали 20 минут штрафа. То есть, по сути, целый период подопечных Рикунова провели в меньшинстве. Но минским «Динамовцам» это преимущество реализовать не удалось. Таким образом, 2-0, счет остался неизменным, и Александр Геременко записал на свой счет 60-й «Суфарь» в континентальной хоккейной лиге. Зеленый дерби. Что может быть лучше? Матчи Салават Юлаева и Акбарса не нуждаются в дополнительных эпитетах. Здесь довольно быстро был открыт счет. В этот раз Стефан Дакоста на четвертой минуте пробивает Юху Мецелу. На седьмой минуте уфимцы получают возможность на игру в большинстве. И классно это большинство разыгрывают. Забывают Кадейкина на усах. Классные передачи от Харти Кайнина. И шикарный бросок касаний. Беляло в данном случае был бессилен. Джефф Блэтт в очередной раз показывает, что не зря Салават Юлаев приобрел этого хоккеиста 2-1 в пользу Уфы. На шестнадцатой минуте еще одну шайбу увидели болельщики, которые наблюдали за этим матчем. Подключается к атаке защитник Андрей Пидан. Поддерживает ее вторым темпом. Получает шайбу на пятаке и бросает. Это был вечер темы Харти Кайнина. Вот так финский нападающий пробивает Тимура Белялова и выводит свою команду вперед. 3-2 в пользу Уфы. Еще одна шайба Салавата при игре в большинстве. Но у Акбарса есть тоже свой опытный игрок. Это Данис Зарипов, который на 28-й минуте делает счет 3-3. Еще одно большинство хозяев площадки. И на этот раз бросок. Очень удачный отскок. И шайба оказывается в воротах. Здесь, конечно, Белялову можно сетовать на некоторые невезения. На 49-й минуте Уфинцам впервые в этой встрече удается оторваться от соперника на две шайбы. Отличается все тот же Харти Кайнин. Выбрался из угла. Делал передачу. Да, но шайба к нему отскочила от игрока Акбарса. От Фисенко. И Харти Кайнин вторым касанием направил ее ворот в соперник. Еще одно большинство Салавата Юлаева. На этот раз в формате 5 на 3. Харти Кайнин один на пятаке. Великолепный бросок и разрыв увеличивается. Очередная шайба темы в этой встрече. Хитрик Харти Кайнина, но через 40 секунд случается и покер. Харти Кайнин вновь отличается в большинстве и становится главной звездой матча. Четыре шайбы и пас у этого финна.